Международное сотрудничество, какие бывают его формы, какие есть программы. И больше внимания уделю именно специфике международного сотрудничества в социальной сфере, то есть в социальных вузах. Кроме этого, к нам присоединится одна из наших студенток, которая съездила на несколько стажировок в период обучения. Сейчас она уже выпускница, будет поступать в магистратуру, но она расскажет о том, как она попала на стажировки, когда была бакалавром, когда училась на бакалавриате. Итак, что такое международное сотрудничество вообще? Это когда различные университеты договариваются друг с другом о том, какими формами обмена они будут заниматься. Как правило, университеты должны заключить договора. Договора эти, как правило, тоже действуют в течение трех или пяти лет. И в этих договорах обычно написано, для кого существует программа академической мобильности, какие у них сроки, виды, цели и так далее. Как правило, если вы выбираете университет, в который хотите поступить, всегда хорошо посмотреть, какие есть партнеры у университета и чем их больше, тем лучше для студента. Это означает, что у него много возможностей куда-то уехать. Особенно обращать нужно внимание на географию партнерских университетов, чтобы это была не только Европа, но и азиатские страны и страны в другом полушарии и, может быть, страны Африки. То есть, чем шире география, тем больше будет у вас возможностей охватить весь опыт, не только европейский, потому что, как правило, у университетов очень много договоров заключено именно с европейскими университетами. Желательно, чтобы были также и университеты из других регионов. Итак, что касается самих форм, какие они бывают. Ну, условно, все программы академической мобильности мы можем разделить на такие две большие группы. Первая группа – это долгосрочные программы, то есть, когда человек, когда студент может уехать на несколько месяцев в другой университет. И вторая форма – это краткосрочные стажировки, которые могут быть от одного дня и до нескольких недель. Сначала поговорим о долгосрочных поездках, когда студент уезжает на один или два семестра. Наверное, такая форма мобильности является самой популярной, самой желаемой среди студентов, потому что в этом случае студент получает стипендию от принимающего университета. Он получает место в общежитии. Как правило, это место либо бесплатно, либо какие-то небольшие деньги. И в это время студент обязан посещать все занятия и делать все то же самое, что делают другие студенты в той группе, в которой он прикрепился. Как правило, план поездок расписан как минимум на год вперед. Иногда бывает, что и больше, на пару лет. То есть планировать долгосрочную поездку нужно обязательно заранее. То есть нужно понимать, что вы хотите уехать за год до того, как вы будете готовы к отъезду. Обычно на первом курсе вузы не рекомендуют своим студентам куда-то уезжать по многим причинам, потому что первый курс – это самая большая нагрузка. Нужно привыкнуть к университету, к его специфике, к его расписанию, к его системе дистанционного или к его электронной среде. Нужно познакомиться с группой, с всеми преподавателями. И первый курс, как правило, достаточно такой трудоемкий для студента. И желательно, чтобы он в это время не задумывался об отъезде, чтобы он занимался непосредственно учебой. Но уже на первом курсе, как правило, мы рекомендуем просмотреть те возможности академической мобильности, которые есть в вузе, и понять, что интересно в первую очередь для вас, и заранее подать свою кандидатуру для такой поездки. У вузов, как правило, много партнеров, от 10 до 50, у всех по-разному. Например, у РГСУ более 100 зарубежных партнеров. С каждым из этих партнеров осуществляется постоянное взаимодействие и возможностей уехать на самом деле очень много. Но программы мобильности, они имеют тематическую направленность. То есть, например, вы можете уехать в университет, где сотрудничество осуществляется именно по направлению подготовки социальной работы. С другим университетом, например, направление работы с молодежью. С третьим университетом только для магистров могут быть программы. В четвертом университете, например, только для студентов третьего курса. То есть каждый университет, как правило, предлагает какую-то уникальную программу мобильности. И обязательно нужно со всей этой информацией ознакомиться гораздо раньше, чем вы готовы будете куда-то поехать. Чтобы получить заветную стипендию, нужно заранее подать свою кандидатуру. Во-первых, вы подаете свою кандидатуру в конкурсные списки. Как правило, вас должен рекомендовать и факультет. То есть факультет должен быть уверен в вас, что вы хороший студент, что пойдет все как нужно, что вы не подведете, покажете себя только с самой лучшей стороны, что вы действительно будете учиться, усваивать нужные знания. Так вот, после того, как вы подались сведения о себе, получили рекомендацию факультета, как правило, вы должны пройти собеседование на языке принимающей страны, либо на английском языке. И, конечно же, большинство собеседований проходит именно на английском. Во время собеседования у студента спрашивают, почему он хочет поехать, каковы его причины, причины такой востребованности этой поездки, чем он планирует заниматься, какую пользу он получит и для себя, и, может быть, какую пользу он получит для своего будущего исследования, а также для университета и для развития сотрудничества. Стоит особое внимание уделить подготовке к собеседованию и, конечно же, не говорить какие-то шаблонные фразы о том, что вы всегда мечтали поехать на стажировку. Все мечтают поехать, да, многие мечтают поехать. Может быть, у вас есть какая-то уникальная причина, почему именно вы. Конкурс на поездки, как правило, достаточно высокий. 3-5, бывает 10-20 человек. Поэтому нужно четко понимать, почему именно вы тот человек, который должен поехать на обучение. Будет замечательно, если вы поедете не просто посмотреть другую страну, посмотреть, как люди живут, что они едят, да, и так далее. Идеально, если вы едете туда проводить какое-то исследование для, может быть, вашей будущей дипломной работы, или для курсовой работы, или для какого-то текущего исследования. То есть цели академической мобильности, они тоже должны быть, конечно же, академическими. После того, как собеседование проведено, как правило, университет обсуждает те кандидатуры, которые прошли это собеседование, и номинирует тех студентов, которые могут поехать. Университет оказывает всестороннюю поддержку, визовую. Все, что связано с организацией поездки, с покупкой билетов, с коммуникацией с принимающей стороной, то есть университеты, как правило, делают почти всю работу за студентов. После того, как вас выбрали, как правило, вы за несколько месяцев будете знать, что вам предстоит уехать. Уехать в этом случае можно не менее, чем на три месяца. То есть три месяца – это такой минимальный срок, меньше нельзя, можно больше. То есть можно уехать на весь год, если вы хотите. После этого вы улетаете, вас встречает принимающая сторона, на месте вы получаете, как правило, стипендию, наличными выплачивают, в каких-то случаях переводят на карту. Вас селят в общежитие, обязательно от университета есть куратор, который вами занимается, который рассказывает, что входит в ваши обязанности. Вы должны набрать определенное количество кредитов. Кредиты – это такая единица, которая говорит о том, освоили ли вы какой-то набор дисциплин. В нашем университете кредит называется зачетной единицей, но, как правило, там за рубежом это называется кредитом. Количество кредитов определяется программой мобильности от 20 до 40. Кредит в зависимости от продолжительности вашего обучения. После того, как заканчивается период вашего пребывания, вы забираете необходимые документы в международном отделе принимающего университета. Вам, так называется, дают грант на вот эти самые кредиты. То есть университет подтверждает, что вы действительно учились, что вы действительно ходили на занятия, что вы сдали, может быть, какие-то экзамены, что вы сходили на какие-то практические мероприятия. И вот с этими документами возвращаетесь в свой родной университет, и университет засчитывает вам полученные кредиты вот в эту сессию, которая наступает сразу же за программой мобильности. Что касается стипендии, ее размер всегда разный. От 300 евро до 1500 евро в месяц. Зависит от того университета, в который вы поехали. Ну, собственно, от программы, то есть от того договора, который был с этим университетом заключен. Вот. Что касается программ краткосрочной мобильности, здесь немножко другая система, поскольку хоть первый вариант очень востребован, но не все студенты готовы уезжать на 3 и более месяца, потому что у них здесь могут быть какие-то дела, многие из них работают, кто-то не хочет оставлять свою вторую половину, например. То есть они не хотят уезжать на такой долгий срок. И в этом случае они могут воспользоваться программами краткосрочной мобильности. Что такое краткосрочная мобильность? Во-первых, это программы, которые не всегда финансируются зарубежными организациями. То есть, как правило, программы краткосрочной мобильности осуществляются за счет самого студента. При этом расходы на поездки всегда стараются минимизировать. То есть недорогие билеты, недорогие варианты проживания. И принимающая сторона в этом случае организует уже не занятия, а лекции, семинары. Они стараются организовать экскурсии в социальные организации. То есть те организации, которые непосредственно осуществляют практическую работу. И, как правило, краткосрочная мобильность тоже востребована. Потому что она очень интересна. Она очень помогает студенту с профессией, с выбором. Они видят, как организована их специальность за рубежом. Они видят горящие глаза профессионалов. И тоже заражаются этим духом, любви к своей профессии. И приезжают. Конечно же, они готовы творить. Готовы развивать свою профессию. Да, просто максимально. Вот. И чтобы не быть голословной, мне бы хотелось пригласить к нам сюда нашу студентку Ли Анастасию. Это девушка уникальная. Она, во-первых, ездила, я уже говорила, несколько раз на стажировке. Во-вторых, это одна из лучших студенток факультета, которая стала победителем Всероссийской Олимпиады. Ну и вообще имеет очень много заслуг. Настя, слышно ли? Анастасия. Выключен микрофон, выключено видео. Настя пытается подключиться к нам в зуме. Настя, будьте добры, пожалуйста, включите звук и видео. Здравствуйте, очень рада вас видеть, Настя. Если вы не возражаете, ответьте нам, пожалуйста, на несколько вопросов о поездках зарубежных, поскольку студентам, особенно будущим студентам, это очень интересно. Мы бы хотели услышать ваш опыт, как у вас получилось есть. Итак, для начала расскажите, в каких странах вы были, какие были сроки пребывания. Мы проходили неделю и была в Германии, город Дармштадт и Франкфурт по совместительству. Там мы были две недели. Хорошо, Настя, давайте сначала поговорим о первом варианте, про Венгрию. Расскажите, пожалуйста, про университет, в который вы приезжали, что это за университет и какое направление подготовки там ведется, куда вы ездили. Университет очень сложно называется, честно сказать. Ну, в общем, мы туда ездили по направлению подготовки, к которому мы обучаемся и в РГСУ, то есть это социальная работа. Университет очень сильно отличается от университетов стран России. А в чем отличие, Настя, можете пояснить для нас? Это заключается в том, что, как сказать, возможно, там гораздо меньше условностей, которые присущи для университетов России. И, я не знаю, там иная форма подачи информации, возможно, там несколько иначе оборудованного. Ну, как-то так. Потому что, например, когда мы туда приезжали, мы были одеты очень официально, так как мы привыкли, что форма, рубашка, брюки. А там студенты чуть-чуть попроще, шорты, футболка топы, ну, то есть совершенно без разницы. Что касается аудитории, аудитории настроены на более, опять же, свободный лад. То есть там есть аудитории круглые, квадратные, треугольные, парты расположены как угодно, доски где угодно, ну, что-то в этом роде. И там действительно очень интересно, потому что в этой поездке мы посетили огромное количество организаций, которые отвечали нашим интересам. А где вы были? Попробнее рассказать подробнее. Да, конечно, мы были в, как минимум, в трех заведениях, которые я сейчас назову. Это приют для бездомных, потом Центр адаптации для бездомных и Центр для онкологических больных, больных онкологии. Вот, это три самых основных, которые я помню. Это очень интересные заведения в плане того, что они полугосударственные однозначно, тем, что они соответствуют нашему направлению социальной работы. Там осуществляется деятельность и работа, которая для России совершенно не присуща абсолютно, опять же. То есть это совершенно новый опыт. Так, например, Центр адаптации для бездомных, там могут люди жить абсолютно любое количество времени. У них есть свои комнаты, у них есть свои шкафы, свои душевые, свои холодильники. Живут они там сколько хотят, подписывая договоры о каких-то определенных ограничивающих условиях, небольших совершенно, но которые абсолютно логичны, там из разряда не употреблять алкоголь или что-то в этом роде. Другой приют для бездомных состоял вообще из двух огромных зданий, являлся полугосударственным, то есть этот Центр осуществлял какую-то свою предпринимательскую деятельность. Там в магазин, в котором продавались изделия, которые делали клиенты данного приюта, ну, жители, и туда попадали люди, которые скорее не адаптированы для настоящей жизни. Там их учат снова жить так, как нужно, приемлемо, то есть как обращаться со своими финансами, психологическая поддержка, соответственно, бытовая. И, ну, это действительно очень здорово, потому что в России есть ряд определенных ограничений, которые обуславливают подобные заведения. Вот, в Венгрии было немножечко не так. И что касается онкологического центра, ну, это тоже совершенно новый формат, потому что там люди по-другому смотрят на ситуацию с онкологией, потому что туда, во-первых, попадают люди на последней стадии онкологии, соответственно, когда там уже ничего остается, только смириться и принять совершенно логичный исход данной ситуации. И сотрудники там помогают адаптироваться к этому, они помогают психологически принять. Это идет подготовка родственников, идет подготовка самих получателей социальных услуг в данной ситуации. И там есть отдельные комнаты для прощания, отдельные комнаты для отдыха тех, кто еще там находится. И люди, и сотрудники, которые там, они абсолютно позитивны, что совершенно для России непривычно, потому что если это какой-то онкологический центр, это значит, люди грустные, унылые, люди все плачут вокруг, все очень грустно, все черно-белое, серое. Нет, там люди ходят, смеются, что-то играют, смотрят телевизор. Там есть великолепнейшая собака, которую все считают как сотрудника центра, которая абсолютно со всеми общается, повышает настроение. Там есть сад, по которому все гуляют. Кто-то высаживает что-то в сад, занимается то есть садоводством. Кто-то что-то плетет. Хорошо, Надь. А у меня вот такой вопрос. Насколько полезна эта поездка была для студенческой жизни? То есть понятно, что много новых ощущений, каких-то нововведений, заметные какие-то вещи, которые хотелось бы, чтобы в России тоже появились. А тем не менее, академическая польза какая была? Для вас лично. Для меня лично академическая польза была просто колоссальная. Начать с того, что я очень сильно переживала о том, что у меня очень низкий уровень знания английского языка. Но, как показала практика, стоит оказаться в среде, и язык сам расплетается, и, как оказалось, все мы прекрасно говорим на английском языке, что, безусловно, радует. А во-вторых, это огромное количество материала, которые в дальнейшем используются для моего личного развития. В моем случае это написание только по Венгрии как минимум трех научных статей, которые потом были изданы в сборнике. Это просто колоссальная помощь для студентов старших курсов, третьих, четвертых, потому что это поступление в магистратуру, это подготовка к написанию выпускной квалификационной работы, потому что, опять же, это помогло при написании моего диплома. Точнее, это было одной из основных частей его. И потом, как социального работника, увидеть, как специалиста по социальной работе, увидеть, как работают наши коллеги за рубежом, в каком направлении они движутся, возможно, увидеть то, чего мы не видим здесь, в родной нашей стране, или обменяться опытом с ними, потому что для многих там то, что говорили мы, тоже было очень интересно и познавательно. Ну, это колоссальный академический опыт в любом случае, потому что это что-то новое, и если появляется такая возможность, нужно бросать все и ехать, потому что такого больше не повторится. А вот, Настя, у меня такой вопрос. Вот этот партнер, да, университет от Верша Лоранда в Будапеште, он не предоставляет общежития для наших студентов. Как вы с этим вопросом организовались? Ну, спокойно, всем люди взрослые, через сайт-букинг мы просто забронировали себе апартаменты, нас ездило четверо человек, там четыре спальных места было в апартаментах, апартаменты на четверых, на неделю, это недорого, особенно с тем учетом, что вы выбираете апартаменты себе по вкусу. Ну, мы решили жить в очень хорошем комфорте, поэтому у нас были большие светлоапартаменты с балконом в центре города, и, как правило, это не встало нам в какие-то крупные суммы денег. В целом это было, тут прям можно называть какие-то суммы, это необходимо или нет? Не обязательно, но если есть желание, то, конечно, пожалуйста. Ну, получается, мы ездили в восемнадцатом году, и на четверых нам апартаменты на семь дней встали в 27 тысяч. На четверых. Это с четырьмя спальными местами, и отдельной кухней, и балкон, и центр города, мы везде пешком там шли. То есть там это просто красота. Настя, А вот про вторую Вашу стажировку, там Вы ездили в университет прикладных наук, города Дармштадта, и там я знаю, что Вы жили в общежитии университетском. Расскажите, пожалуйста, немножко про само общежитие, что оно из себя представляет. Ну, общежитие очень потрясающее. Начнем с этого. Во-вторых, оно находится сразу в кампусе, при университете. То есть никуда ездить от него для того, чтобы попасть на пары, не нужно. Само общежитие делится на, ну, в принципе, как у нас, на блоки. Только там блоки на две комнаты. То есть душ, туалет, извиняюсь, прямоту, на две комнаты. В комнате, когда мы заселялись, были двухъярусные кровати. Мы думали, что к нам подселят кого-то из местных студентов или тоже студентов по обмену из других каких-либо стран. На что нам ответили, что комфорт превыше всего, и вы будете жить здесь одни. Что для нас, собственно, тоже стало очень приятной неожиданностью. То есть, опять же, нас ездило четверо, и четыре комнаты мы заняли. Трое, трое нас ездило, я уже собрала. Вот. И что еще касается в общежитии. Из общежития есть прямая дорога в столовую. Мы там питались бесплатно, как студенты по обмену. Ну, то есть, студенты из России. Далее, там есть кухня в том же блоке, ну, в том же крыле, назовем это так. Кухня оснащена лучше, чем, я не знаю, чем у меня кухня в доме, потому что там посудомоечная машина, шкафчики. Каждому присущи, в каждой комнате свой шкафчик, если вы хотите, который закрывается на ключ. Ну, то есть, вы там храните свои продукты, которые не нуждаются в хранении в холодильнике. В самом холодильнике спокойно относятся к тому, что вы свою еду подписываете. То есть, например, вы живете в девятой комнате, вы купили йогурт, на крышке написали маркером цифру 9, и там как бы даже маркер лежит для этого дела, и спокойно никто ваши продукты, вашу еду не трогает. Более того, там есть огромное количество общих каких-то продуктов, которые ребята купили и оставили, или которые ребята выехали и тоже пожелали поделиться. В нашем случае это там было огромное количество разнообразия чая, которое мы с радостью приняли от наших предшественников. Ну, и какие-то тоже такие лучшие продукты, типа там растительное масло, соль, сахар. То есть, абсолютно все условия, там не нужно ничего с собой ввести, там постельное белье, задавески, комната полностью обустроена, кроме каких-то личных вещей, которые вы желаете провести с собой. Понятно. Настя, что бы вы пожелали тем студентам, которые придут к нам на первый курс, и которые, возможно, тоже захотят куда-то поехать? Даже не знаю. Нужно секундочку подумать. Пожалуй, я пожелаю быть сейчас целеустремленным. РГСУ — это такое место, в которое сбывается и совершенствуется, и делается абсолютно все, если вы сами этого хотите. Если вы хотите путешествовать, поехать за границу, учиться по обмену, вы поедете и будете учиться. Хотите участвовать в всевозможных конкурсах, побеждать в олимпиадах, писать научные статьи, вы будете это делать. Главное — самому захотеть идти к этой цели. РГСУ — это то место, где абсолютно все люди могут самореализоваться, потому что есть абсолютно все условия. Главное — хотеть и искать пути к своим целям. Большое спасибо, Анастасия. Всего хорошего вам, да, благодарю вас за ваше выступление. Итак, мы заканчиваем наш прямой эфир, посвященный международному сотрудничеству и зарубежным стажировкам в социальных вузах. Последнее, что я хочу сказать, что социальный вуз — это идеальное место для того, чтобы выбрать все направления для зарубежной поездки. Именно в социальной сфере необходима еще и практическая подготовка, практический опыт, который в идеале студент должен получить не только в своей стране, но и за рубежом, чтобы знать все самые лучшие практики, все самые лучшие технологии, которые он потом впоследствии будет применять в своей работе. Большое спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Спасибо. 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 Спасибо.